ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ 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 мне втраивал сцены, а целым неделям оставлял меня одну. Сударня, там кто-то спрашивает вас, хочет видеть. Но ты же сказал, что после смерти мужа я никого не принимаю. Сказал, да он и служить не хочет. Говорит, очень нужное дело. Не принимаю. Ты ему говорил, но лежий какой-то, ругается и прямо в комнате прет. Уж в столовой стоит. Ну хорошо, спасибо. Какие невежие, как неделикатные люди. Что им надо от меня? Почему они не оставят меня в покое? Нет, на их правду придется уйти в монастырь. Да, в монастырь. Болван, вы будете разговаривать. Осел! Сударня, честь имею представиться. Отставной поручик артиллерии, землевладелец Григорий Степанович Смирнов, прибыл к вам по очень важному делу. Что вам угодно? Ваш покойный муж, которого я имел честь знать, остался мне должен по двум векселям 1200 рублей. Так как мне завтра платить проценты в земельный банк, я просил бы уплатить мне деньги сегодня. 1200? И за что же мой муж остался вам должен? Он покупал у меня овес. Овес? Ну-ка, так ты же не забудь приказать дать Тобе сегодня лишнюю осьмюшку овса. Если Николай Михайлович остался вам должен, то, разумеется, я уплачусь. Но сегодня у меня нет свободных денег. Мой приказчик приехал в город и вернется только послезавтра. И я сразу вам скажу, чтобы вам все выплатили. А сегодня, простите, я не могу исполнить вашего желания. К тому же, к тому же сегодня ровно 7 месяцев, как умер мой муж. У меня сегодня такое настроение, что я не расположена заниматься денежными делами. А у меня сегодня такое настроение, что если я завтра не заплачу процентов, то он будет вылететь трубой вверх ногами. У меня пишут имение. Я, кажется, ясно сказала. Приказчик вернется из города, тогда и получите. Деньги мне нужны, а я сказал. Вы все равно. А вы все равно, пожалуйста. Ну, извините, сегодня у меня нет денег. А у меня нет? Вот может, это послезавтра? Ну я не могу сейчас заплатить. Стало быть, не можете заплатить. Не могу. Это ваше последнее слово? Да, последнее. Последнее? Положительно? Да, положительно. Покорнейше благодарю. Так и запишем. А еще хотеш, я был ходнокровен. Встречается мне сегодня акцизник и спрашивает. А че это в сердце, Григорий Степанович? Помилуй. Как вам же мне не сердиться? Нужны до зарезу деньги. Встал вчера чуть свет, объехал всех своих ложников. Ой, по один заплатил. Он намаялся, как собака. Начал, черт знает где. Сегодня приезжаю за семьдесят верст от дома. Думаю получить, а меня угощают настроением. Да как же мне не сердиться-то? Я, кажется, ясно сказала. Приказчик вернется, тогда и получите. Я приехал не к приказчику, а к вам. Такой леший, извините за выражение, сдался мне ваш приказчик. Милости вы так дать. Я не привыкла к подобным выражениям и такому тону. Я не желаю вас внести. Слушайте, пожалуйста, настроение. Семь месяцев назад муж умер. А мне надо платить проценты или нет? Я вас спрашиваю, мне надо платить проценты или нет? Ну, муж у вас умер, настроение. И всякие там фокусы. Приказчик готовил, черт возьми. А мне что прикажете делать? Улететь из своих кредиторов на воздушном шаре? Или разбежаться и трохнуться башкой стеной? Прижать грузди, вот дома нет. Ярошевич спрятался, выростом прыгался. Насмерть чуть его в окно не вышвырнул. У мазутого калерина. А у этой настроения. И однако ноль я не платит. Все потому, что я их избаловал. Тень, нюня, хрятка, баба. Слишком я с ними деликатен. Ну, погодите, узнаете вы меня. Я не позволю на собуждать, черт возьми. Останусь здесь, пока она не заплатит. Ой, как я жалко. Так должен аж под жилки трясуться. И дыхание захватило. Че, эй. Чего вам? Принеси мне квасу или воды. Ну, какова логика? Человеку, да зарезал жилье. Хоть свежийся. А она не платит. Видите ли, не расположено заниматься денежными делами. Настоящая женская, курнюрная логика. Вот потому-то я не любил и не люблю общаться с женщинами. Там не легче сесть на бочку с порохом, чем пообщаться с женщиной. Ой, юбка, мой мороз по коже берет. Как меня разозлил этот шлейф. Ну, хоть тисто любить, хоть тисто сказать. Как меня уже трясет. Вот караул кричи. Парни больные, я не принимаю. Пошел, больные не принимают. Не надо и не принимать. Я останусь здесь и буду сидеть, пока не получу. Делю будешь больна, я неделю просижу. Год будешь больна. Я год, я свою возьму, матушка. Меня не тронешь трауром, да ямочками на щеках. Знаем мы эти ямочки. Семен, распригай, мне скоро уедем. Я здесь остаюсь. Прикажи, что я не знаю, что я живу в овса. Я тебе сейчас в гостина лево-посередная запуталась в вашу жизнь. Чего? Я тебе пока живу, ничего. Ой, скверно. Жара. А тут еще денег никто не платит. И этот шлейф с настроением. Что вам? Рем, сиди мне. Еще голова болит. Можете, вот, пожалуйста. Пожалуйста, вы где. Жара. Что вам? Рем, с латки. Нечего сказать. Хороша фигура. Весь в пыли. Сапоги не чищены. Не умыт. Не причесаны. Жилетки какая-то. Солома. Марынка, небось, решила, что я разбойник. Ну, да ничего. Я тут... Хорошо, конечно, такую гостюм являться. Да ладно. Я тут же не гость, а кредитор. Кредиторам же костюм не заказан. Много вы позволяете себе, сударь. Кто? Я? Я ничего. Я разговариваюсь. Молчать нависался лешине на нашу голову. Пояса легкая. Как я зол, как я зол. Так зол, что каштервый секс прошел. Аж дурно делается, человек. Можете как бы считать. Я в своем уединении давно отвыкла от человеческого голоса. И не вношу кровь. Победительно прошу вас, не нарушайте мой покой. Захватите деньги, и я уеду. Я вам русским языком сказала. Свободных денег у меня нет. Подождите до послезавтра. Я вам тоже русским языком сказал. Деньги мне нужны не послезавтра, а сегодня, если вы мне сегодня не заплатите, то завтра я должен буду повеситься. Что же делать, если у меня сейчас нет? Как странно. Значит, не можете заплатить. Не могу. Не могу. Лично. В таком случае я останусь здесь и буду сидеть. Послезавтра заплатите. Отлично. Я и до послезавтра посижу таким образом. Вот так и буду сидеть. Я вас спрашиваю. Надо мне завтра платить проценты или нет? Или вы думаете, что я шучу? Милостивый государь, не кричите. Здесь не конюшня. Я вас не о конюшне спрашиваю. А о том, надо мне завтра платить проценты или нет? Вы не умеете себя держать в женском обществе? Нет, я умею держать себя в женском обществе. Нет, не умеете. Вы невоспитанный и грубый человек. Порядочные люди так с женщинами не разговаривают. Узвительное дело. Слышите, пожалуйста. Как же с вами разговаривать? По-французски, что ли? Мадам, живу при. Как я счастлив, что вы не платите мне денег. Ах, пардон, что побеспокоил. Какая чудная нынче погода. Этот траур вам так к лицу. Не умно и грубо. Не умно и грубо. Я не умею общаться с женщинами. Да на своем веку я видел женщин больше, чем вы, воробьев. Из-за трех я стрелялся. Двенадцать женщин я бросил. Девять бросили меня. Да, было время, когда я рассыпался бисером, медоточил, шаркал ногами, вздыхал, страдал, любил в прошлом нежном чувстве половину состояния. Но теперь слуга покорный. Теперь меня не проведешь. Очень черные, очень скрасные, алые губки, ямочки на щеках, луна, шепот, пробкое дыхание. Да все это я тебе и медного гроша не дам. Я не говорю, а все присутствующие. Но вся женщина, мало да велика, ломаки, кривляки, сплетницы, кунишки, обманщицы, логика возмутительная. А что касается вот этой штуки? Подвините, любой воробей, любому философу в юбке, да здесь точку вперед. Посмотришь на это такое поэтическое создание. Пища, эфир, кулубогиня, миллион восторг. А как глянешь в душу, обыкновенный дыннейший крокодил. Самое возмутительное. Этот крокодил, почему-то вопрежет, что его привилегия, нежные чувства. Да повесьте меня, черт возьми, вот на этом гвозде вверх ногами. Эти женщины умеют любить кого-нибудь, кроме баллона? Любить женщину другую? Умеют? Ныкать, да распускать нюни. Там, где мужчина страдает и жертвует, там вся ее любовь выражается в том, чтобы вильнуть шляху, крепче ухватить за нос. Скажите мне, по-честной истории, честно, видели ли вы женщину, которая была бы искренна, верна и постоянно в любви? Не видели, не и постоянно, а не только руки, то уроды. Назвольте. Так кто же, по-вашему, верен и постоянен в любви? Не мужчина ли? Да, мужчина. Мужчина. Ха-ха-ха. Мужчина верен и постоянен в любви? Скажите, какая новость? Да какое право вы имеете это говорить? Мужчины верны и постоянны. В школе на то пошло, так я вам скажу. Из тех мужчин, каких я только знала и знаю, самым лучшим был мой муж. Я любила его страстно, самозабвенно. Как может любить только молодая, мыслящая женщина? Я отдала ему свою молодость, жизнь и счастье, своё состояние. Дышала и молилась на него, как язычница. И что же? Этот лучший из мужчин самым бессовестным образом обманывал меня на каждом шагу. После его смерти я нашла в полной коробке любовных писем. А при жизни ужасно вспомнить, под целым неделем оставлял меня одну, на моих глазах ухаживала за другими женщинами, изменял мне, сорил моими деньгами, шутил над моим чувством, несмотря на всё это, долюбила его и была ему верна. Кроме того, вот он умер, а я всё ещё верна и постоянно. Я заперла себя в четырёх стенах и до могилы не сниму траур. Траур, ты за кого вы меня принимаете? Будто я не знаю, зачем вы заперли себя в четырёх стенах и надели это чёрное домино. Это же так таинственно, поэтично. А едет какой-нибудь юнкер или худший поэт и скажет, что здесь живёт таинственная Тамара, которая из любви к мужу погребла себя в четырёх стенах. Знаем мы эти фокусы. Что? Да как вы смеете говорить мне всё это? Вот вы погребли себя заживо, однако не забыли напудриться. Да как вы со мной разговариваете? Милушка, я вам не приказчик. Вы будете выражать я буду выражать свои вещи прямо. Дайте мне выражать вещи своими именами называть. Не зводите кричать. Это не я кричу, а вы кричите. Извольте оставить меня в покое. Заплатите деньги, и я уеду. Не дам я вам денег. Не отходите. Вот на зло уже ни копейки не получите. Извольте уходить. Судары нет. Я не имею чести быть ни вашим супругом, ни даже женихом, поэтому прошу не устраивать мне сцену. Я этого не люблю. Вы сели? Я уйду. Попрошу вас уйти. Отдайте деньги. Как я зол? Как я зол? Я не желаю разговаривать с нахалами. Покиньте мой дом. Немедленно. Вы не уходите? Нет. Нет? Нет. Ну, хорошо же. Ну-ка, выведи этого, господина. Сударь, извольте уходить, когда вилят. Нечего тут. Молчать, с кем разговариваюсь? Да у тебя из тебя салат сделаю. Патюшки угодники. Ох, дурно, дурно воды. Даша, Даша, Симопея, где же все? Где же все? Ох, все по ягодой ушли. Никого дома нету. Дурно, воды. Извольте убираться вон. Но можно ли вам быть повешливее? Да, да вы мужик, бурбон, монстр. Как? Что вы сказали? Я сказала, что вы мужик, бурбон и монстр. Какое право иметь оскорблять меня? Да, оскорбляю. Ну, так что же, вы думаете, я испугалась вас? А вы думаете, что если вы поэтическое создание, то можно оскорблять безнаказанно, да? Барьеру? Патюшки угодники воды. Стреляться? Если у вас здоровые кулаки, любитщее горло, то думаете, я боюсь вас? Бурбон вы этакий. Барьеру? Никому не позволю оскорблять себя и не посмотрю, что вы женщина. Слабое создание. Медведь, медведь, Медведь. Пора отрешиться от предрассудка. Только мужчины обязаны отвечать за оскорбление. Равноправие есть, равноправие, черт возьми. Барьеру? Стреляться хотите? Извольте. Сию минуту. Сию минуту. После мы уже остались, пистолеты. Я принесу их. Каким наслаждением на праве, эмансипация? Оба пола равны. Подстрелю ее из принципа. Но какова женщина? Черт возьми, прострелю медный лоб. Раскраснелась, глаза плестят, вызов приняла. Первый раз в жизни такую вижу. Батюшка, уйди. Каса вечна Бога молить. Эта женщина, настоящая женщина, не кислятина, не размазня, а огонь, порох, ракета, даже убивать жалко. Батюшка, родимый, уйди. Она мне нравится, положительно нравится. Ямочки на щеках надо справиться, готов ей даже долг простить. И злость прошла. Удивительная женщина. Вот пистолеты. Но прежде чем мы будем драться, извольте мне показать, как надо это делать. Я ни разу в жизни не держала в руках оружие. Спаси, Господи, помилуй. Пойду за Доврика и кучера поищу. И откуда эта напасть взялась на нашу голову? Видите ли, сударыня, что это несколько сортов пистолетов. Есть специально дуэльные пистолеты Мортимера, а это это у вас револьверы системы Смит и Вессен. Тайное действие с экстрактором центрального боя. И прекрасные пистолеты. На таким минимум 90 рублей за пару. На этот револьвер нужно так. Глаза, глаза. Зажигательная женщина. Так? Да, так. Вы поднимаете крюк, колоним и на так. Прицеливать нажимаете вот этим пальцем, вот на эту штучку. Больше ничего. Но главное не горячиться. Целиваться не спеша. Стараться, чтобы рука не дрогнула. Хорошо. В комнатах стреляться неудобно. Пройдемте в сад. Пойдемте. Но предупреждаю, ты выстрелю в воздух. Этого еще не хватало. Почему? Потому что, потому что, а это мое дело, почему? Струсили? Нет, сударь, вы не виляете. Извольте идти за мной. Я не успокоюсь, пока не продырявлю вашего лба, вот этого лба, который я так ненавижу. Струсили? Да, струсил. Слушайте, почему вы не хотите драться? Потому что, потому что, потому что, потому что вы мне нравитесь. Что? Ха-ха-ха-ха, я ему нравлюсь. Он смеет говорить, что я ему нравлюсь. Можете? Послушайте, стариня, вы все еще сердитесь? Я уже чертовски спешен. Понимаете, такого рода история. Видите, ведь такое дело. Кто разъявил, что вы мне нравитесь? Понимаете, я почти влюблен. Отойдите от меня, я вас ненавижу. Какая женщина еще подобного в жизни не видел. Пропал, погиб, попал в мышеловку, как мышь. Отойдите прочь, я буду стрелять. Сделайте, вы не представляете, какое это счастье смирить под взглядом этих чудных глаз и вольвера, который держит там маленькая бархатная ручка. Думайте и решайте сейчас, потому что если я сейчас уйду, то мы больше никогда не увидимся. Решайте. Ленин, порядочный человек, имеет 10 тысяч годового дохода, подает пули в подброшенную копейку, имеет отличных лошадей. Хотите быть моей женой? бреляться, барьеру. Пропал, погиб, влюбился, как мальчишка, как дурак. Я люблю вас, люблю, как никогда не любил. Минадцать женщин я бросил, девять бросили меня, но я дудик не любил, так как вас. Разремонился, растиропился, раскис, стою на коленях, руку предлагаю, стыд и срам. Пять лет не влюблялся, дал себе за руку и вот втюрился, как оглабля в чужой кузов. Руку предлагаю, да или нет? Не хотите? Ну и не надо. Постойте. Ну? Ничего, уходите. Впрочем, постойте. Нет, уходите, уходите. Я вас ненавижу. Или нет? Не уходите. Как я зла, как я зла, текли пальцы от этой мерзости. Ну что вы стоите? Убирайтесь. Прощайте. Да-да, уходите. Куда же вы? Постойте. Ступайте, впрочем. Не подходите, не подходите. Как я зла. Я зол. Влюбился, как мальчишка, как гимназист. Стоял на коленях, руку предлагал. Аж мороз по коже берет. Я люблю вас. Очень мне нужно было в вас влюбляться. Да завтра проценты платить в синокос. А тут вы. Никогда себе этого не прощу. Прочь, руки, к барьеру. Батюшки. Батюшки. Ступа, скажешь, там и бронюшки, чтобы доме сегодня вовсе не давали. А так? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Аплодисменты.